итак всем привет дорогие друзья сегодня я решил запилить аналитику по поводу так очень интересно да ну короче вам будет интересно смотрите да и и сейчас такие мысли просто в голову что-то сидел думал да размышлял и пришла мысль сделать аналитику по поводу истории славян то есть история россии все вот эти вещи вот то есть откуда истоки да как бы такая смысл будет аналитики вот это очень серьезная аналитика такая знаете возможно даже карамольная потому что сейчас я все объясню вот сейчас может кто-то вообще будет не согласен скажу ты дебил что-то несешь ты скажу ты говоришь неофициальную историю ну она есть карамольные то есть кто знает что такое карамольные то есть это неофициально совершенно противоположно то чего как бы считает многие бред да но все-таки возможно это имело место быть давайте это обсудим итак что мы знаем о славянам да то есть как бы главном народе россии да как бы самом многочисленном мы знаем что было как бы русь на сначала вернее были племена славян какие-то были западные славяне были южные и восточные но я сейчас официально говорю вот как она официальная история как я проходил школе западные славяне это были поляки чехи вот эти вот словаки там южные ты были болгары сербы сербы хорваты по-моему так могу ошибаться то есть напишите в комментариях если что-то не так говорю а восточные это были русские белорусы украинцы это официально еще раз я напоминаю вот и как бы у них не было государства этих славян а потом но как есть как бы много теории происхождения нашей страны да есть нормандской теории а есть там теория которую говорил ломоносов то есть нормандской теории это вот карамзин по моему тема то есть это что рюрик пришел славяне пригласили княжей в великий новгород рюрика то есть это был север скандинавец какой-то там немец или кто он был швед непонятно понимает да то есть они намекают на то что как бы немцы сделали нам государственность понимаете вот это мне смущает и ломоносов между прочим он уже вот он когда вот он жил он утверждал о том что вот это карак история карамзина и вот эти вещи ну не знаю может это после блокировки но короче ломоносов говорил о том что условия уже была государственность и это ложь то есть то есть не было того что у нас там ничего не было что по карамзину мы знаем вот по нормандской теории что она же как написано в летописях то что временных лет то что нету у славян как бы порядка в нашей земле да и как бы нужен нам правитель то есть нам нужен человек который нами управляет приходите к нам княжец вот так 5 смысл какой то есть совершенно разные видеть теории это игры что ничего не было а это гараж насчет уже было вот и как бы давайте подумаем откуда истоки да очень сложно слушать вопрос я так очень сложно подумать то есть я как бы есть несколько у меня версия откуда истоки да ну это великий новгород первое второе это рой это хотя это не киев тоже потому что мы знаем что потом киев основали уже после вот и третье это там владимир вот эти города как бы ну пойти это все разные как бы разные города в разный временный период как бы самый древний великий новгород естественно города вот то есть вот такие вот дела возможно кстати я думаю что почему от россии стала развиваться друг на это то что у нас появилась религия то есть второй уже пункт это что спасла религия потому что мы знаем что славяне были язычниками они не веры и как они верили у них было много богов то есть перуна перуна там дождь бога там еще каких-то богов я знаю были у нас боги то есть боги природы скажем так велес там и потом к нам пришли вот эти вот вернее как вот ручки стиле то есть у вас была крещена якобы в крыму там 88 году 988 вот кто там князь владимир и кто там крестил русь вот то есть по православному вот этого восточного христианского пути не было 5 слова православие это наше слово ну нигде нет мир слова православия звать оподоксальная рей артодокс с восточная религия то есть это восточный христианс и как бы вот это как бы решение принять православие когда К ним пришли эти послы к Владимиру принять мусульманство, принять ислам, вернее, принять иудаизм и принять христианство. Там были католики и православные. Он решил почему-то православие выбрать, не знаю почему. Он так выбрал, но как выбрал, так выбрал. И это определило ход нашей истории на тысячи лет и до сих пор. Вот, то есть, такие дела. Вот второй фактор это религия. Третий фактор это вот наличие госнерсного аппарата. Вот, да, то есть, само государство, идея, герб, флаг. То есть, что потом было? Потом у нас начала подниматься Москва. Вот это вот земля, северо-восточная Русь, да. Владимир сначала был, потом была Москва. Вот, причем самое интересное, что я не знаю почему. Про Владимиру что-то все молчат. Вот, знаете, говорят там всегда в новостях, там, в Москве, там, в Смоленске, там, в Туле, там, Ярославле, там, в Питере, да. А вот про город Владимир на Клязьме, что-то про него мало все говорят, не знаю. Он рядом с Москвой 100 километров. А про него все мало говорят, что-то. Что-то, вот, не знаю, может, мне так кажется странно это все, не заметили? Вот. Потом, как бы, был Владимир, была соперничество Владимира в Москве, и победила Москва. Ну, это я сейчас буду быстро рассказывать, потому что уже времени мало, вот. Потом, ну, как бы, там, с этими татарами, это монгольское игое было, да, вот это все, вернее, было ли оно вообще? То есть, это никто не может до сих пор подтвердить. Как бы, официально оно было, а неофициально, возможно, и не было. Тогда кто это были, вопрос, непонятно. Потом, как бы, Иван Грозный, это все знаем, там, его, Водчинов Александрович, кстати, я там был, очень красиво, кто хочет, съездите. Это Владимирская область, так что, такие дела. То есть, потом у нас Смута, потом Романовых избрали, потом мы стали поляков гасить, всех остальных, Европу там. Потом мы жандарм Европы, Наполеона победили, собрал все народы Европы, на нас пошел. Зачем? Как, знаете, как крестовый поход. Вот, потом распалась империя наша, потом, блин, что только не было, вот, потом Советский Союз, Ленин, революция. Потом, 70 лет, совок простоял. Вот, потом, вот это, 90-е годы вообще, пипец, мрак. Зачем, зачем жить, люди думали, ради чего, раз коммунизм распался, то зачем жить тогда. Там ты прикол, чуваки, вот, почему все пили, не знали национальные идеи, понимаете. И до сих пор нет национальной идеи у нас. Вот видите, к чему мы приходим? Нет национальной идеи. Нет к чему стремиться. Вот, и это главная проблема, потому что, если бы она сейчас была бы национальной идее, хотя бы на каком-то уровне она была бы где-то написана, вот. Возможно, у нас хотя бы чуть-чуть у населения повышен был бы вот этот все настрой. А то у нас люди совсем сейчас развратились, там пьют, курят, там, блин, разврат полный занимаются, там уже с 13 лет, понимаете. Разве это нормально? Я, конечно, понимаю, что, возможно, раньше это было, но раньше люди жили намного меньше, поэтому, понимаете, вот как можно приедет. Если там он с 13 лет, 10 лет курит уже, парень, да, значит, соответственно, он проживет меньше. То есть, чем раньше человек начинает что-то делать, значит, его срок меньше, понимаете, это как биология. Чем раньше начинаешь, тем раньше закончишь. А если он, наоборот, позже, он как вроде здоровый уже, да, но он как ребенок еще, он такой еще, ну, понимаете, о чем мы говорим. Значит, он больше проживет, естественно, потому что у него больше вот этот срок созревания, понимаете, да. Даже вот, тут надо биологии тоже разбираться в этих вещах, не только в истории, видите, вот. Поэтому у нас, конечно, еще много проблем в России надо решить, но я думаю, мы их решим, все проблемы должны решить в ближайшем будущем. Потому что если, как бы, наше прельсство это не сделает, то, возможно, у нас будут большие проблемы. Вот такая аналитика, такие мысли у меня, как бы, то есть все-таки, видимо, из Токио мы пока не знаем. И об этом надо еще размышлять и размышлять.